Перенос визита президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в США, где ожидалась его встреча с американским коллегой Джо Байденом, привлекла внимание экспертного сообщества. Ранее аналитики строили оптимистические предположения о том, что будут обсуждать лидеры Турции и США. Сейчас анализируют причины переноса визита. Версий очень много. И некоторые из них прокомментировала известный российский востоковед Надежда Глебова. В качестве официальной версии переноса визита называются несостыковки в графиках, а вот аналитики больше говорят, что это связано с турецко-израильскими отношениями на фоне войны с радикальным палестинским движением Хамас. Заявленную несостыковку в графиках можно считать хорошим дипломатическим предлогом для того, чтобы взять тайм-аут и определиться по некоторым важным актуальным моментам. При общей благоприятной картине двусторонних отношений, увеличении товара оборота, сотрудничества в военной и научно-технических областях, нельзя не отметить, что нынешняя американская внешняя политика не коррелируется с подлинными интересами Турецкой Республики по усилению собственных позиций в мире. Есть такая турецкая пословица, Беор или Ила Вервайр и Кейли Ила Алвайр, одной рукой дает, двумя руками берет. Ее в полной мере можно применить к американской внешней политике. Однако с Турцией она не увенчалась успехом. Турецкая Республика при всей заинтересованности в развитии отношений с США как проводила собственную независимую политику, так и продолжает ее проводить. Примером тому служит официальный визит Реджепа Таипа Эрдогана в Ирак, который завершился буквально на днях и привел к закреплению отношений между государствами в различных обоюдно важных областях при фоновом осложнении отношений между Ираком и США. Можно вспомнить непрекращущиеся контакты между российскими и турецкими лидерами на фоне демонстративного игнорирования российского президента со стороны лидеров стран Европы и даже оскорблений со стороны президента США. Другая версия, ее в интервью изданию Эль Моната озвучил Намыг Тан, бывший посол Турции в Вашингтоне и Израиле, заключается в том, что Белый дом очень плохо справился с ситуацией и неправильно уловил настроение Эрдогана. Это огромная победа для России. Конечно, данное высказывание представляет особый интерес, поскольку дает некоторое представление именно о турецкой трактовке событий, тем более из уст бывшего высокопоставленного турецкого дипломата. Однако мне сложно его комментировать в силу того, что не очень понятно, какую именно ситуацию имеет в виду господин Тан. Нынешний момент характеризуется целым букетом различных ситуаций, в которых участвуют обозначенные стороны. Одно представляется совершенно справедливым, в США как раньше не видели необходимости улавливать настроение лидеров Ближнего Востока, включая Реджепа Таипа Эрдогана, так и продолжают придерживаться данной политики. Является ли, напоминаю, всего лишь отложенная поездка президента Эрдогана огромной победой России. При всей комплементарности формулировки лично у меня это вызывает сомнения. Настоящей победой России будет дальнейшее закрепление союзнических отношений со странами как Ближнего Востока, так и Средиземноморья, которому так противятся США и их союзники. Но определенные успехи России на внешнеполитической арене вынуждены признать и они. Есть еще достаточно напряженные американо-азербайджанские отношения. Напряженность американо-азербайджанских отношений обусловлена прежде всего самостоятельностью Азербайджана в принятии решений и проведении политики на укрепление собственного суверенитета при сохранении дружественных контактов с давними союзниками, включая Россию. При сохраняющихся достаточно больших возможностях США в оказании собственного давления им не удалось подчинить собственному влиянию Азербайджан и Турцию. По сути, оба государства предоставляют миру возможность увидеть пример соблюдения собственных интересов и проведения собственной политики при уважении интересов различных государств. Пример, который можно считать высокой политикой.